Утро, вторник, инфакт. А чем заняться в начале рабочего дня, как не подсчетом чужих денег? Люди, которым явно не занимать оптимизма и свободных средств, перечислили в фонд создания Star Citizen уже 250 миллионов долларов. Большими бюджетами во всей индустрии располагали только GTA 5 и Modern Warfare 2. Третьего Ведьмака, напомню, сделали за 32 миллиона. Так что ждем чего-то по меньшей мере в 7 раз более впечатляющего. Приток зелени объясняется прошедшим недавно фестивалем CitizenCon. Да, у невышедшей игры есть свой фестиваль, на котором продают космические корабли стоимостью в несколько сотен долларов. Как себе такое, Илон Маск? А католические священники не теряют надежды показать всем, что христианство — это круто. На просторах Майнкрафт появилось официальное представительство Ватикана, где уставшие от токсичности и обсуждения матерей друг друга игроки смогут отдохнуть, сблизиться и вместе построить лестницу в небо. На самом деле все не так страшно, как может показаться. Руководит инициативой Роберт Болосер, который до принятия Христа и Целебата был самым настоящим техноблогером. Так что с играми и интернетом он знаком не понаслышке и твердо намерен донести свет Божий до пропитанных желчью геймерских сердец. Это, кстати, не первый заход Святого Престола в цифровую среду. Ранее в свет выходило приложение для мобильных устройств на манер Pokemon Go, где давалось возможность ловить на городских улицах христианских святых. Ну, кроме Ионы, за ним нужно было лезть в глобку кита. И, не отвлекаясь от темы божественного, Хидео Козима поведал об источниках вдохновения Death Stranding. Как выяснилось, многое тянется еще из детства. Например, страх перед морскими глубинами и тварями, которые в них могут скрываться. Или чувство одиночества, тяготившее японца с малых лет, до тех пор, пока он не посмотрел таксиста Скорцезе и, нет, не пошел убивать людей направо и налево, а осознал, что ощущение покинутости не чуждо даже американцам. В итоге, система непрямого соединения между игроками всегда даст знать, что вы не одни. И где-то рядом есть тысячи других людей. Вспомнил Кодзима и как однажды заглянул к своему другу, а теперь к коллеге Норману Ридосу, чей котик вошел в комнату и... срыгнул на стол. Не исключено, что и этот эпизод нашел свое отражение в игре. Помочь одиночкам решили и создатели Call of Duty Modern Warfare. Режим Gunfight, где сражаются два отряда по два человека, судя по всему, ждут изменения. Дизайн директора мультиплеера игры обещает, что вскоре будет добавлен режим 3 на 3 для тех, у кого есть сразу два друга. И режим 1 на 1 для тех, у кого друзей нет. Звучит, конечно, грустно, но для отчаявшихся всегда есть серверы Minecraft от Ватикана. Новость про моды. От искусственного интеллекта. Что не только необычно, но и благоухает научной фантастикой. Электронные мозги Эсергена отполировали текстуру 3D-моделей в Quake 2. По ссылке в описании вы можете скачать эту модификацию, а также достать лупу и сравнить скриншоты игры до и после. Giant Waffle, известный своим родителям и паспортному столу как Эндрю Бодин, поставил мировой рекорд по... количеству стримов в месяц. Весь прошедший стримябрь цифровой чемпион вещал по 19 часов в сутки. В итоге нагенерив 572 часа контента. Чтобы добиться такого результата, Эндрю тренировался 3 месяца, ведь неподготовленный человек может такой режим и не пережить. Поздравляем Giant Waffle с успехом и желаем ему отоспаться за зиму. Мне правда кажется несправедливым, что все чествуют только стримера. Наверняка же нашлись зрители, которые просидели вместе с ним весь прошедший месяц. А этих незаметных героев, без которых вся затея превратилась бы в клинический нарциссизм, никто и не упомянул. Государственная дума вновь заинтересовалась видеоиграми. Самая либеральная и демократическая партия учинит заседание, посвященное проблемам и перспективам игровой индустрии в России. Судя по тексту приглашения, обсуждать будут кризис среди игровых разработчиков, киберспорт, возрастные ограничения и цензуру на Твиче. Пока совершенно не ясно, останется это лишь с отрисанием воздуха и бюджета, или же нам запретят что-то новенькое. Будем посмотреть. И на этом сегодня все. На StopGame.ru Флинн расскажет вам, как пропустить вообще все в Knights of the Old Republic, но пройти игру. А на канале StopTech вас ждет очередная нарезка от Маэстро. Оставайтесь на связи!